Продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... С 23 августа по 1 сентября на Красной площади. Полторы тысячи участников из стран Европы, Азии и Африки. Подробности на официальном сайте фестиваля спасауэр.ру. Продолжение следует... Особое внимание уделяется безопасности детей. Все кандидаты проходят глубинную психологическую и юридическую проверку. Бабушка на час. Сервис подбора нянь. Похоже, кому-то волшебные очки показали правду. Дима, моя любимая сумка, он фэйк. А у меня в телефоне куча платных подписок. В смысле? Просто МТС подключи. И давай уже плакать по моей сумке, фэйк. У абонентов МТС нет нежелательных подписок. Длинный лонгер за 39 рублей и все. Я перехожу на Красный, и меня еще ни разу не сбивала машина. Я не хожу по врачам. Мне кажется, я и так здоров. Я катаюсь без шлема, и у меня пока не было травм. Я не использую презервативы. Ведь я прерываюсь. А ты уверен, что стоит рисковать? В России на каждые 100 родов приходится 44 аборта. Прерванный половой акт не является надежным методом. Тебе решать. Дюрекс. Иногда на даче хочется отдохнуть. Узнай прогноз погоды и вероятность дождя. Приложение Google. Продолжение следует... Все, что происходит... Все, что происходит... Все, что происходит... 44... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» По предварительным данным на складе может находиться более 40 тысяч снарядов. Осколки разлетаются в радиусе 15 километров из ближайших сел, а также из местного детского лагеря. На автобусах уже вывезли около 6 тысяч человек. Еще 11 тысяч жителей планируют эвакуировать из города Ачинска. Развернуты сейчас пункты временного размещения известно, что в результате ЧП пострадали 8 человек, в том числе и ребенок. По данным врачей, у них ожоги и осколочные ранения. В России повысятся пособия на детей до 3 лет из нуждающихся семей. По новому закону право на них будут иметь те семьи, чьи общий доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. На первого и второго ребенка ежемесячно будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума. Ранее его получали только до полутора лет, теперь же до трех. Нововведения вступят в силу 1 января 2020 года. Изменения коснутся около 70% семей. Каковы же плюсы и минусы нового закона, мы спросили у адвоката. Конечно, если, допустим, в таких крупных городах, как Москва, Питер, Новосибирск и так далее, эта сумма может быть не такая значительная для семей с детьми, то для большинства населения России эта сумма достаточно ощутимая. Единственный минус этих подправок на сегодняшний день, по моему мнению, заключается в том, что они сформулированы в отношении не всех детей и распространяются только на детей первых, вторых, не распространяются на третьего, четвертого, пятого ребенка. Но в Подмосковье изменили порядок поддержки многодетных. Семьям, в которых родились тройняшки, будут выплачивать жилищную субсидию. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области. Ранее субсидию получали семьи, в которых семь и более детей. Ну а далее наш эфир продолжит программу «Москва сегодня». Ее ведущая моя коллега Гульнар Солдатова уже в нашей студии. Гуль, привет! Знаю, что сегодня речь о дорогах пойдет. Да, Лина, быть может, ты заметила, что летом у нас как-то традиционно посвободнее на дорогах, но скоро некоторые магистрали могут серьезно так встать. И не потому, что все вернутся из отпусков. Сейчас как раз то время, когда многие возвращаются с работы домой, и, что приятно, не стоят в жутких заторах. А все потому, что сейчас как раз тот самый сезон отпусков, и машина на дорогах поубавилась, а с ними стало меньше заторов. Но скоро эти автомобильные каникулы закончатся. Причем в сентябре на Волоколамке, например, станет очень плотно. Начнутся строительные работы основного хода трассы. Пока же рыли и копали на дублерах. Вот мое мнение...